МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, товарищи! Садитесь, пожалуйста. Так, ну, я хотел бы сегодня вас спросить, кто желает выступить, так сказать, с анализом какого-нибудь, какого-нибудь части, раздела. Есть желающие? Я не знаю, что вы совсем умного, а я на полу поступаю. Я много не сомневаюсь. Ну, пожалуйста, если есть желание. Ну, надо сюда выйти, и тут хочу. Пожалуйста. Поделитесь своими мыслями и соображениями. Так, наверное, закроем мы дверь. Дверь закроем. Пожалуйста. У меня совсем немного. И, пожалуй, про критику Марксом, Энгельсом, исторической науки и восприятия ее общества. Что, в общем, в немецкой идеологии Маркс очень сильно критикует предыдущие все подходы, когда вместо того, чтобы смотреть на то, как развивалось общество, собственно, материал, как там было организовано хозяйство и прочее, брали какие-то просто абстрактные вещи, вроде идеологии, которая выдавала в этом обществе, и она рассматривалась как первично относительно того, что было в самом обществе. И это классическая историография, когда брались только, собственно, какие-то идейные, религиозные или просто цепь событий. И такая кромологическая писатель на данной истории, она очень сильно критикует и говорит о том, что надо, наоборот, брать именно за основу изучения изначально самого общества и только потом приходить к тому, какие идеи уже возникли из этого состояния общества и которые там появились. В принципе, это именно тот подход, который сейчас, он и существует, наиболее актуальный, наиболее популярный там. В принципе, что-то, по сути же, то же самое делает и школа аналогов, только она отошла от этой классической, исторической, хронографической, методов, хронографического метода писания, когда внимание уделяется только тому, какие были годы, какие были события, потому что я достала именно, из-за чего эта культура повседневалась, и это вообще очень важное же сейчас тело. И это действительно стало таким основным подходом сначала изучить, как жить, и только потом изучить. И все идеи рассматривать именно как дополнение к тому, что, собственно, происходило в самом обществе. Это, естественно, было в русской историографии, но сейчас это и в западной есть. И это, в принципе, стал такой универсальный метод, который общепризнанный, который действительно легитимный. И, наверное, даже более легитимный сейчас, нежели историография классическая. Ну, собственно, я думаю, все, потому что там он только подетально разбирает уже и какие-то примеры примут. Хорошо, спасибо большое. Ну, я думаю, это очень важное замечание и насущное. Как раз на этом мы остановились, на этой вот проблеме. Ну и единственное, что это не только Маркс, но и Маркс Энгельс все-таки. Хоть нам везде написано Маркс. Маркс Энгельс, я сначала сказал, что Маркс Энгельс, потому что потом для... Да, для краткости. ...что не был постоянный эллипс. Авторы, да. Да, в данном случае. Вот. Ну, это что означает? Что вот такое представление, что материализм... Достаточно, так сказать, занять материалистическую позицию, просто решив, что мытье первично, а сознание вторично. Вот выясняется, что для истории, для понимания истории, то есть развития человечества, для движения, для понимания движения общества это недостаточно. То есть, как бы нужно, если, как говорят в математике, вторую производную взять, то есть еще раз, еще раз, так сказать, у вас вопрос поставить с материалистической позиции, имея в виду, что вот взгляды, идеи, представления, поступки, они во многом определяются обстоятельствами. Эти обстоятельства связаны с отношением человечества к природе. И в этом смысле, в этом смысле, вот эта попытка отделить вообще человека от природы, она вполне научна. Потому что что такое производство? Это, так сказать, человек, относящийся к природе. Надо сказать, вот я с вами полностью согласен, что это, скажем, это по существу современный и наиболее передовой метод, который дает результаты. Другое дело, что одни осознают, что этот метод называется историческим материализмом и понимают историческим материализмом как некое отдельное учение, не вот связанное вот с этими вещами, а как некую концепцию. Я сказать, вот есть такая концепция, а есть другая концепция и так далее. А на самом деле исторический материализм – это материализм, примененный к истории. И альтернативой историческому материализму является идеализм, примененный к истории. И этот исторический идеализм, он так вот и должен быть назван исторический идеализм, но вы никого не найдете, кто бы сказал, что он придерживается исторического идеализма. То есть вот если мы на поверхности нашей научной жизни будем рассматривать ситуацию, то у нас, скажем, одним молчком руководствуются по существу историческим материализмом, другие этим не руководствуются, но тем не менее не объявляют себя историческими идеалистами. То есть вот такая картина, когда точного определения метода и подхода нет. А это очень важно. Это очень важно и очень хорошо, что вы на это обратили внимание, потому что это вопрос очень крупный и принципиальный. Вопрос не о том, что это в каком-то месте кто-то что-то сказал, а вопрос о том, как вообще подходить к трактовке истории. Готово ли современное наше образование вот к этому подходу? Я бы сказал, что с точки зрения программ соответствующих специальностей, я бы сказал, что не готово. Почему? Потому что это предполагает, что на где-то ранних курсах, там, первом, втором, в общем, должны быть и экономические курсы, да, политическая экономия. У вас была политэкономия? Ну, экономика просто. Экономика просто. Ну, экономика просто. Ну, скажем, экономика просто – это, в общем, тоже вполне. А когда, на каком курсе была? На каком курсе? А, ну, у нас на первом. Да. На первом, да? Ну вот, скажем, тем же историкам считается, раз они историки, должны изучать историю, как бывает. Ну, и получается, что они, так сказать, не получив этой такой хорошей экономической базы, я это ощущаю по преподаванию. У меня половина, например, нагрузки на историческом факультете. Сейчас я читаю там всему потоку первого курса философию. И, ну, видно, что они категории, конечно, экономических не знают. Не знают. Может быть, у них и было какое-то преподавание, но то, что они основные там категории, те, которые вот здесь называются форма общения, а в других местах это называется, сейчас уже называется способ производства. А вот здесь, если вы заметили, вот в этом кусочке, который мы анализируем, здесь говорится, что необходимо рассмотреть действительный процесс производства и понять, связанный с данным способом производства и порожденный им формой общения, то есть гражданское общество на его различных ступенях, как основы всей истории. Значит, что получается? Что вот если есть разные способы производства, первобыкно общенный коммунизм, есть такой способ производства, как рабовладельческий, феодальный, капиталистический, коммунистический, то можно взять и рассмотреть все эти способы производства как разные этапы одного гражданского общества. То есть, а что значит гражданского? Как вот берется вот это материальное производство? Исходя из этого гражданского общества, чтобы, так сказать, сразу эту картину взять, не беря, сейчас, скажем, нас не интересует в данный момент какой-то конкретный способ производства, правда? Мы рассматриваем общую картину, то да, значит, можно взять гражданское общество, которое себя проявляет в виде разных способов производства, и каждый конкретный способ производства, тем самым это конкретный вид этого гражданского общества. Ну, надо сказать, что понимание этого гражданского общества современное, распространенное, оно от этого давно оторвалось, и его сводится к некому идеалу. Даже у нас была интересная дискуссия год назад на конференции с товарищем Брански. Он вдруг выступил, вроде как, серьезный профессор, уважаемый, выступил с идеей, что идеализм – это от слова «идеал», идеология от слова «идеал». Вот так мы все пожали плечами, и пришлось мне, например, выступать, сказать, что я, конечно, понимаю, что это новое интересное, но вообще-то идеал – это некий образ, к которому стремятся. А идеализм – это от слова «идея». А идея – это совсем другое, это такая мысль, которая отвечает на вопрос «что делать?». Поэтому идеализм и идеалы – это совершенно разные категории, разные ипостаси и так далее. Так, ну вот, значит, из-за того, так это звучит здесь у Маркса и Энгельса, что это понимание истории заключается в том, чтобы, исходя именно из материального производства, непосредственной жизни, рассмотреть действительный процесс производства и понять, связанную с данным способом производства, обратите внимание, с данным способом производства, еще способ производства не как категория берется, а прямо вот способ, каким производят. То есть пока просто как сочетание двух слов. И порождена им форма общения, то есть гражданское общество на его различных ступенях, как основу всей истории. Затем необходимо изобразить деятельность гражданского общества в сфере государственной жизни, а также объяснить из него все различные теоретические порождения и формы сознания, религии, философии, морали и так далее, и так далее. Это понимание истории, в отличие от идеалистического, не разыскивает в каждой эпохе какую-нибудь категорию, а остается все время на почве действительной истории, объясняет не практику из идей, а объясняет идейные образования из материальной практики. И в силу этого приходит также к тому результату, что все формы и продукты сознания могут быть уничтожены ни духовной критикой, не растворением их в самосознании или превращением их в привидения, призраки, причуды и так далее, а лишь практическим, неиспровержением реальных общественных отношений. Из которых произошел весь этот идеалистический вздор, что не критика, а революция является движущей силой истории, а также религии, философии и всякой иной теории. И вот дальше, дальше, дальше очень важно, как описывает Маркс Энгельс, ту связь, которая образуется в человеческой истории, связь поколений. Вот это очень важное положение, можно сказать, ключевое во всей, так сказать, методологии исторического материализма. История не растворяется в самосознании, как дух от духа, а каждая ее ступень застает в наличии определенный материальный результат, определенную сумму производительных сил, исторически создавшиеся отношения людей к природе и друг к другу. Застает передаваемую каждому последующему поколению, предшествующему ему поколениям, массу производительных сил, капиталов и обстоятельств, которые, хотя, с одной стороны, видоизменяются новым поколением, но, с другой стороны, предписывают ему его собственные условия жизни и придают ему определенное развитие, особый характер. То есть, как образуется связь в человеческой истории? Каждое поколение, которое приходит, ну, имеется в виду, что то поколение, которое становится поколением производящим, а не просто поколением детей. Вот это поколение производящих принимает от истории, от предшествующего поколения всю сумму производительных сил. Дальше оно развивает эту сумму производительных сил и, соответственно, производственных отношений как основу всей деятельности, хотя при этом оно развивает его условия для духовного развития соответствующим образом. и затем передает это следующему поколению. И так получается бесконечная связь, бесконечная по природе связь поколений. Вот таким образом. И хотя люди конечны, вроде бы, а история как история, как развитие человечества, а человечество состоит из конечных земных людей, она получается как постоянный поток, вот поток производства непосредственной жизни, материальной жизни, и соответствующий поток отражающих эту материальную жизнь идей, представлений. Но каждое поколение оно находит в своем распоряжении не только материальные условия жизни, но и те идеи, которые выработаны за всю историю человечества, правда? И эти идеи, эти идеи, они усваиваются, это вот, собственно говоря, духовная культура. Вот, скажем, мы как культурологи должны как рассматривать? Есть вот материальная культура, которая так развивается постоянно, да? Ее материальная часть. И есть духовная культура, которая усваивается каждым следующим поколением, и люди в своей практической деятельности исходят уже, конкретные люди, конкретные индивиды исходят уже из определенных идей. Хотя и эти идеи порождены, можно сказать, вот этим предшествующим развитием, в том числе и материальных производительных сил и материального производства. Та сумма производительных сил, капиталов и социальных форм общения, которые каждый индивид и каждое поколение застают как нечто отданное, есть реальная основа того, что философы представляли себе в виде субстанций и в виде сущности человека. А мы с вами начали изучение с рассмотрения Тейсла Фирбаки, где действительные сущности человека что называется? Что является действительной сущностью человека? не понял. Так что является действительной сущностью человека? Не понял. Ну, там говорится совокупность общественных отношений. Вот что сущность человека. То есть сущность человека общественная, а не индивидуальная. То есть человек есть индивид, конечно Кстати, мы отличаем такие категории, как индивид и индивидуум Индивидуум мы как бы его изолируем от общества Берем, так сказать, его абстрактно оторванным от общества Если он индивид, то вот про индивидов Маркс Энгельс писали, что индивиды, производящие в обществе, вот исходный пункт Индивиды, то есть связанные между собой В условиях жизни, которые различные поколения застают в наличии Решают также и то, будут ли периодически повторяющиеся на протяжении истории Революционные потрясения достаточно сильны или нет Для того, чтобы разрушить основы всего существующего И если нет налицо этих материальных элементов всеобщего переворота А именно, с одной стороны, определенных производительных сил А с другой, формирование революционной массы Восстающие не только против отдельных сторон прежнего общества Но и против самого прежнего производства жизни Против совокупной деятельности, на которой оно базировалось Если этих материальных элементов нет налицо То, как это доказывает история коммунизма Для практического развития, не имеет никакого значения То обстоятельство, что уже сотни раз высказывалась идея этого переворота То есть, казалось бы, вот они представители Маркс Энгельс, представители коммунизма Представители, скажем, определенного идейного течения Но они подчеркиваются Может быть, идея какой угодно революции высказана и давно И обсуждена обществом И, так сказать, продолжать обсуждаться Но если нет для этого материальных условий Вот таких А именно производительных сил Которые требуют такого переворота С одной стороны И, с другой стороны Революционных масс Которые действительно готовы совершить этот переворот Надо сказать, что вот это затем Мы знаем с вами Было учение Ленина о революционной ситуации Что в чем состоит революционная ситуация С одной стороны В том, что верхи не могут управлять по-старому Что значит не могут управлять по-старому Это с чем связано Что вдруг они разучились Или в связи с тем, что производительные силы стали уже другие И по-старому ими управлять уже нельзя Ну вот, скажем, в случае с буржуазной революцией Уже феодалы не могли по-старому управлять Потому что уже в материальном производстве Сформировались вообще другие общественные отношения На примере буржуазной революции Особенно хорошо видно Она начинается не с политических каких-то изменений А с чего она начинается? Что прямо в недрах старого общества феодального Появляется капиталистическое производство Оно появляется в городах Там, где были цехи ремесленные Появляются мануфактуры А мануфактура это что такое? Это уже производство Основанное на систематическом разделении труда И, соответственно, на кооперации И она является уже капиталистической мануфактурой Никто никакой капитализм не объявляет Но фактически в городах начинает развиваться капитализм В деревнях Вот как прослежено в книге Ленина Она была опубликована за подписью Вейльин И опубликована в результате вот той работы, которую Ленин проделал Будучи в ссылке в сибирской В течение трех лет Большая книга Это третий том полного собрания сочинений Там на данных Ну, сразу скажу, книга очень скучная Скучная в том смысле, что там никаких таких ярких страниц Никаких ярких идей там нету Там прослежено, как в России зарождается деревня особенно Это показано В российской деревне Той, которая была, можно сказать, столпом таких традиционных представлений Что вот Россия свой особый путь Она не пойдет таким путем, каким пошли западные державы Что капитализм нам не указ и так далее Вот Ленин там показывает, что в деревне, пока эти все рассуждения идут И пока народники свою пропаганду ведут В это время, пока они ведут свою пропаганду этих идей народнических В это время уже не только развивается А уже развился капитализм в деревне И в деревне уже, значит, есть главный эффект Бура Это сельскохозяйственный капиталист Сельскохозяйственный буржуа Который называется Кулак В деревне есть наемные работники Которые работают у этого сельскохозяйственного капиталиста Называются одни, они бодраками Вот, что из деревень Огромное количество уже уехало в город Потому что на фабрике в городе Они получают больше денег И больше, так сказать, получают доходов, чем от продажи продуктов своего хозяйства И основная масса деревни Это мелкие буржуа уже, а не просто крестьяне Крестьяне – это же сословие феодального общества Основная масса деревни Она расслаивается Появляются, скажем, малоземельные крестьяне или безземельные И связано это с такими тоже явлениями, которые относятся к производству непосредственной жизни Вот в какой-то семье родилось больше мальчиков И там, скажем, восемь Потом вырастает восемь таких работников Которые могут большую работу сделать для семьи И тем самым производится там много товаров И эти товары выносятся на рынок И семья богатеет другой Рождаются девочки И поэтому работники, они менее сильные С одной стороны А с другой стороны Они выходят замуж и выходят в другие семьи А эти семьи, так сказать, с пожилыми родителями Остаются, а земля их сдается Или приобретается, или покупается Теми, кто хозяйствует более эффективно А это вот связано с такими обстоятельствами В значительной мере случайными Но когда вы берете массовые цифры И когда вы берете в целом этот процесс То вы видите, что идет расслоение деревни Разложение вот этого старого Разного хозяйства Это, так сказать, не затрагивает Что там на полище феодальном Когда речь идет о барщине Барщину все исполняют Хотя богатые уже крестьяне Они откупаются от этой барщины Заменяют ее оброком Оброк это что такое? Я вместо того, чтобы четыре дня работать на барщине Отношу к этому барину оброк и все Что и делают богатые крестьяне Кулаки Они все капиталисты То, что они капиталисты на барской земле Это им не мешает Точно так же, как Вообще развитие капитализма Было связано с тем, что имеет место Абсолютная рента Абсолютная рента Это по определению Это экономическая реализация Собственности на землю И поэтому вот Марс В капитале доказал, что Ликвидация частной собственности на земле В общем не влияет на капитализм То есть вы, если ее сделаете государственной То вы тем самым ликвидируете Абсолютную ренту Которую получают Можно сказать паразиты Земельные собственники И которые сами уже ничего не делают Они уже и крестьян у них нет И они сами хозяйство не ведут А они к собственнике земли Получают Деньги от тех, кто арендует эту землю Поэтому, когда вы ликвидируете Частную собственность на землю Вводите государственную собственность Что происходит? Происходит более быстрое развитие капитализма Потому что издержки производства Сразу сокращаются В издержках производства Как имеется рента Потом, скажем, затраты на заработную плату Затраты на основной капитал Амортизация Затраты на материалы Энергию И прочее И вот Эти издержки производства С ликвидацией Частной собственности на землю Они сокращаются И поэтому такой вывод делает Маркс Который Во-первых, большинство не знает Во-вторых, большинство Делает совершенно прямо противоположное Думает, что национализация земли Это мера социалистическая Тут ничего социалистического нет И поэтому не надо удивляться Что крестьяне Перед революцией 17-го года Перед социалистической Требовали национализации земли А национализация земли Привела к чему? И раздел Который был земли по едокам Согласно эсеровской программе Я думаю, все понимают Что и эсеры, и не марксисты Да и Так сказать И национализация земли Имелось в виду Не важно какое государство Важно, чтобы не платить эту ренту А в итоге В деревне Революция 17-го года Октябрьская Значит, дала толчок К быстрому развитию капитализма В деревне Поэтому, если В городах Началась Осуществляться Социальная революция Как переход от капитализма К коммунизму В деревнях Стала происходить Так сказать Вполне буржуазная революция В самих экономических отношениях А что происходило? А происходило Вот Второе издание Того процесса Который раньше шел При феодализме А именно Снова землю разделили Все по едокам Нету неравенства В этом смысле Ну и начался тот же самый процесс Через некоторое время К 28-му году Появились С одной стороны Батраки Так Теорио Такие бедняки Полубеземельные крестьяне Которые Так сказать Не хватало им земли Для того, чтобы самостоятельно Вести хозяйство Они должны были Где-то батрачить еще Хотя они не совсем были Батраки Полубатраки Значит Мелкие буржуа В классическом определении Мелкий хозяйчик Работающий на рынок А на что он мог еще работать Крестьянин Переходный период В городах Постепенно складывался И развивался коммунистический уклад А в деревне Развивался капитализм И поэтому Скажем Конец 20-х годов Начало коллективизации Это собственно говоря Социалистическая революция В деревне И как всякая революция Она связана Со многими издержками С временным падением Производительных сил И так далее И наоборот Мы наблюдаем Это в наше время Уже После 90-го года Разошел Откат К буржуазной экономике Ну и Все попытки возродить Это Это индивидуальное Крестьянское хозяйство Которые были сделаны Большие усилия Предпринимались Государством Уже Буржуазным И Всякие финансы На это выделялись Много-много денег Потрачено Много миллиардов Не привели к тому Чтобы там Образовались Индивидуальные хозяйства Они все равно Представляют собой Единицы А Основное Сельскохозяйственное Производство Конечно Уже не в колхозах А В крупных Достаточно крупных Капиталистических Хозяйствах В разных формах Это может быть Производственный Кооператив Такая форма у нас Имеется в гражданском Кооперативном Это может быть Какой-нибудь ЗАО А ЗАО Это закрытый Для других То есть Только для тех Кто в нем Находится Это может быть ООО ООО Ну и так далее Вот что мы Тут наблюдаем Так что Вот Эта Эта часть Этот раздел Который мы с вами Изучаем Он Ну вот он Принципиальный Для вообще Понимания Того Как развивается Культура Потому что Культура Это как бы Уснувшая Это вся борьба Классовая Которая была То есть Она берет Результаты Этой борьбы И уроки И ее культура Накопленный опыт Человечества Материальные Духовные И ясное дело Что мы должны Чтобы понимать Как развивалась Культура И как она дальше Развивается Должны учитывать Вот эти все обстоятельства В то же время Мы не должны Это примитивно Так понимать Что вот если Хорошо развивается Экономика Значит отличные Будут прекрасные Там фильмы И прекрасные Будут картины Например Передвижники Скажем Были Действовали В такое время Когда нельзя сказать Что такие колоссальные Такие успехи В развитии Экономики Производства И так далее Или что Это от Сладкой жизни Художников Получилось Такое Очень крупное Интересное Явление Культуры То есть Такого Вот прямого Однолинейного Такого понимания Что вот Если вот сейчас Какой-то год Удачный Складывается Экономические Отношения То сразу Тут появится В культуре Культура Конечно Зависит Но не так Примитивно Зависит Чтобы она Сразу реагировала На то что есть Хотя С другой стороны Вы понимаете Что Количество средств Уже просто Которые выделяются На культуру Государством Без которого Культура Развиваться Не может Потому что Люди Которые Заняты В сфере Духовной Культуры Они никаких Материальных Благ Не создают И количество Этих людей Которые Находятся В сфере Духовного Производства Оно определяется Очень просто Количество Материальных Благ Которое Создается И которые Остаются На их долю А на их долю Остается Не так И много В современной России Потому что У нас Социальное Неравенство Самое Вообще Высокое В мире Можно сказать Или одно Из самых Больших Потому что Если вы возьмете Действительный Коэффициент Это Соотношение Доходов Отношение Доходов Десяти Процентов Самых Богатых И Десяти процентов Самых Бедных То В странах Скандинавии Он Три Пять В Европе Пять Семь В Соединенных Штатах Америки Девять В России Официально Считается Шестнадцать Но Все специалисты Которые Этим Занимаются Говорят Что Фактически Он Тридцать Два Нашли Тридцать Два То есть Там То Количество Благ Которое Могло Бо Пасть Деятелям Культуры Для развития Музеев Театров Кинотеатров Для поддержки Писателей Поэтов И прочее Которые Понятно Что если они Пишут В это время Они материальные Благи не создают Им нужно еще Есть, пить И одеваться Кроме всего прочего Значит Естественно Что Количество Этих Материальных Благ Она Узурпируется Той частью Которая Имеет Сверхдоходы И эти Сверхдоходы Отправляются Еще Не находятся Не в России Они отправляются В офшоры И оттуда Уже Из офшор Их достать Очень трудно Такой Клич Брошен Попытки Имеются Но Проще Делать По другому Проще От капиталистов Требовать Чтобы они Были капиталистами А капиталист Это кто Такой По своему Понятию Это Самовозрастающая Стоимость Капитал Самовозрастающая Стоимость Правильно Поэтому капиталист Который Олицетворяет Это Самовозрастание Стоимости А у нас Какая стоимость Получается Самоубывающая У нас Не развивается Предприятие Многие Очень Быстро Деградируют Потому что Не заменяется Оборудование Не обновляется Техника А это Означает Что не осуществляется Должным образом Амортизация А другими словами Те средства Которые Должны Быть Направлены На обновление Техники Они Отправляются За границу Переползают Переливаются В прибыль А эта прибыль Уходит В офшоры Вот Сколько это Экономисты Уже посчитали Всего У нас 73 Триллиона Это стоимость Основных Производственных Фондов Если мы Их будем Менять Как положено Ну То есть Иметь Возраст Этих Производственных Фондов Станков Оборудования На предприятиях Не меньше Чем 10 лет То надо Каждый год Менять Десятую часть Значит На амортизационных Счетах Как в качестве Издержек Производства Не в качестве Прибыли А в качестве Издержек Производства Должно Откладываться Примерно 7,3 Триллиона Рублей 7,3 Триллиона Ежегодно Если вы Почитаете Газеты Полистаете Хотите Экономические Хотите Так сказать Коммерсант Какие угодно Вы везде Видите там Что 3 миллиарда Направили 2 миллиарда Направили Но это По сравнению С 7 Семью Триллионами Это Слезы Поэтому У нас Стареет Основной Капитал А если он Стареет Он как раз Не является Базой Для быстрого Развития Культуры Образования Науки Поэтому Начинается Всеобщий Клищ У нас Какой Сейчас Чем Занимается Производство Что сократить Урезается Доход На Бюджет На 10 Процентов По всем Статьям А что По всем Статьям Ясно Что Делаешь Что Могли бы Достроить Театр Раз Денег Нет Стоит Могли бы Добрать Каких-то Людей Мы Не Добираем Образование Если что-то Закрывается То и Хорошо Но поскольку Стыдно Просто Брать И закрывать Образовательные Учреждения Происходит Такая Интересная Операция Когда Их Начинают Соединять В Какие-то Англомераты Крупнять Как бы Для чего Это Делается Есть Какой-нибудь Закон Развитие Учреждений Духовной Сферы Который Гласил Б Что Чем Крупнее Какое-нибудь Учреждение Тем Оно Лучше Нет Такого Закона Есть Закон Концентрации Централизации Капитала А вот В материальной Сфере Если Более Крупные Предприятия Они Дают Больший Эффект А В сфере Духовной Вузы Они Вокруг Чего Складываются Вокруг Определенных Научных Школ От того Что Вы Их Соедините В эту Самую Кучу От этого Ничего Не изменится В хорошую Сторону Потому Что Скажем От того Что Вы Соедините Три Экономических Вуза Санкт-Петербурга В один Не получится Коллектив Единого Этого Университета Потому Что За каждой Бумажкой Будут Люди Ездить В ректорат Через Весь Город Потому Что Ну Кто Знает Расположение Наших Вузов У нас Есть Финансово Экономический Университет Ранее Институт Там Где Банковский Мостик Около Невского Инженерно Экономический Который Имел Два Здания Это На Кузнечном Пересечения Смарата И На Прилугской Улице Это Далеко Далеко На Ликовке И еще Институт Экономики И Сервиса Который Находится Около Метро Ломоносовская Университет Экономики И Сервис Вот Вы их Соединили Когда Соединили Смотрят Ба А зачем Три Кафедры Экономической Теории Не надо На одну А значит Надо всех Поувольнять Те Которые Дублируются Что и Происходит Потом А зачем Три Кафедры Философии В одном Вузе Да Тогда тоже Как-то Логично Это все Сделать Ну или Скажем Последнее Такое Очень Интересное Преобразование Вот Имеется Политехнический Университет В Санкт-Петербурге Политехнический Университет Петра Великого А имеется В то же время Торгово-экономический Университет Раньше Это было Торгово-институт Имени Ангельса На Новороссийской Улице Это Новороссийская Улица Пересекает Политехническую Улицу Может быть Поэтому Присоединили Торгово-экономический Университет Университет Петра Великого Политехнического Это совсем Другой профиль Там Там Занимается Разработкой Таких Проблем Создание Технических Систем Машин Механизмов В том числе Танков Таракторов При чем тут Торгово-экономический Университет Ну а вот там Была кафедра Философии Социальных Коммуникаций Ну а когда Образовали Единый ВУЗ Такой Из Сокращаться Производство Материальных Благ То Торгово-экономический 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 Детский Одежда Торгово-экономический Цены И прибыль Все больше И больше Без того Чтобы производство Развивалось А просто За счет Роста цен Можно получать Все больше И больший Доход Те же самые Коляски Которые Еле-еле Их могут Везти Потому что Они очень Тяжелые Я не знаю Сколько металла Туда Направлено Еще по наклонам Этим Полозим Когда их Женщина Страшно смотреть Сейчас Все обрушится И Ребенок Улетит И маму Задавит Эта Коляска Ну У меня Двое детей Я катал Коляски Одной рукой Так толкаешь Они едут Сейчас таких Колясок Просто нет А сцены Вопрос О чем Производство Непосредственной Жизни А как С этим Связана Рождаемость А очень просто Значит А как она Связана Ну вот Люди думают Как на второго Ребенка Добрать деньги А сколько Нужно Производить Детей Сколько Нужно иметь Детей Чтобы население России Вырастало Знаете Сколько Должно Детей А Ну да Два И четыре Посчитали Димов Поскольку Ноль четыре Не рождается То Три Ребенка Надо иметь И заодно Будет Некий Ну Некоторый Хоть Прирост Если Трое Детей Будет В семье Если Вы возьмете Семьи России В России Вот скажем Того Капиталистического Реофеодального Период Мы можем Сузака Смотреть На этот Период Хотите Крестьянский Хотите Дворянский То Вы получите Там Ну Примерно Восемь Детей В семьях Семь Восемь А сейчас Мы наблюдаем Что вот Гастарбайтеры Приезжают У них Большие Семьи А что Они Богаче Нас Живут Реальные Условия Вот Сегодня Реальные Условия Содержания Семьи Таковы Что Это Тормозит Враждаемость В России Очень сильно То есть По экономическим Причинам Ни по каким Другим Мало того Что есть Всякие Проблемы Могут быть Медицинские И прочие Но просто Не хватает Средств Для этого При том Что Постоянная Инфляция Она Все время Отбирает Средства В прошлом году Сколько Отобрали Средств У граждан Которые Подвергались Водействию Инфляции Если Инфляция 12% Это Так сказать Общий счет На всю Страну С учетом Того Что Подешевели Может быть Некоторые Здания Дворцы И острова То Если вы Возьмете Даже этот счет 12% То это значит 6% Доходов Изъято Потому Потому что 12% Не сразу Получается От Нуля Идет До 12% И Получается Такой Треугольник Если мы Нарисуем График Изъятия Доходов Понижения Жизни на уровне За счет Инфляции И Поэтому Фактическое Годовое Изъятие 6% Вот Соберите Свои Эти Всю стипендию Годовую И можете 6% Вычет Зачеркнуть Это Реальное Понижение Жизни Причем Все Находятся При этом На Какой Наклонной Плоскости И постепенно Ползут Вниз Или Пытаются Идти Бежать Вверх По эскалатору Который Постоянно Пускается Вниз Хотя В этом Есть Некоторые Резоны С точки Зрения Цели Производства Резон Состоит Таком Что Раз Цены Растут Давайте Успевайте Покупать По этой Цене А то Потом Брюсы По еще Больше Покупать То есть Как бы Подхлестывают Даже Не только Каких-то Богатых Граждан А очень Даже Бедных Сейчас Не купите А потом Еще дороже Будет Сейчас Покушайте Это Сейчас А потом Может Вы вообще Это Не покушаете И так Далее То есть То что Мы Не делаем Когда мы Анализируем Рассматриваем Какие-то Духовные Процессы Как правило Не делаем Берем Самих По себе Это Нельзя Считать Неправильным То есть Всякое Рассмотрение Как Должно Вестись Вот я Беру Какой-то Духовный Процесс Так Какой Театральный Музыкальный Музыкальный Знаете Что такое Для того Чтобы оркестр Играл Надо Чтобы был Зал Соответствующий Зак Мустикой Правильно Какая Большие Проблемы Решались У нас По созданию Второго Здания Мариинского Театра И Концертного Зала Который Там Получился Такой Куст У нас Это Большие То есть Это Нужно Иметь Большие Затраты Как Нужно Рассматривать Какой-то Духовный Процесс Во-первых Надо Рассмотреть Его Самого По Себе Во-вторых Надо Посмотреть Как На него Влияют Другие Обстоятельства Два И В-третьих Надо Рассмотреть Как Этот Процесс Влияет На Те Обстоятельства Которые На него Влияют Правильно Вот Это Будет Состороннее Рассмотрение Это Так И При Изучении Каждого Человека Вот Если Я Хочу Вас Изучить Значит Я Должен Вас Рассмотреть Саму По Себе Вне Связи С остальными Потом Посмотреть А как На вас Влияют Другие Обстоятельства И Другие Люди И Это Будет Неполно Если Я Не Рассмотрю А как Вы Влияете На Других Людей И На Другие Обстоятельства Правильно Вот Это Полное Рассмотрение Поэтому Для Нас Для Понимания Методологии И Исследования Культуры Это Очень Важно Потому Что Иначе Мы Делаем Вид Что Все Проблемы Культуры Решаются В области Культуры Это Смешно Такое Представление Хотя В области Культуры Много Решается Преемственность Рождение Талантов Которые Не сильно Зависит От Того Материального Положения Семьи Даже Правильно Потому Что Скажем Тот же Ломоносов Родился Не в дворянской Семье А тем не менее Добрался Из Саламбала До Петербурга И стал Крупнейшим Мировым Крупнейшим Ученым Мировой Величины Вот То есть Поэтому Никак Мы не можем Так вот Прямо Выводить Прямо Из материальных Каких-то Вопросов Результаты Конечно Результаты Они Имеют Приемственность Духовную Но Влияние На это Вот На этот Процесс Материальных Процессов Нужно Видеть Постоянно Здесь Собственно Это и подчеркивается Что не надо Это понимать Вот так Что Что Материальные Процессы Прямо Порождают Идею Нет Они Отражают И влияют Отражают И влияют И под этим Влиянием Находится Все это Отражение Так Ну вот Что мы тут Получили С вами Вот Говорится Что Раньше Раньше До этого Действительное Производство Жизни Представлялось Чем-то Доисторическим А историческое Чем-то Оторванным От обыденной Жизни Чем-то Стоящим Вне Мира И над Миром Этим Самым Из истории Исключается Отношение Людей К природе Чем Создается Противоположность Между Природой И Историей То есть Вот там Эта логия Которая Мы сегодня Говорили С самого Начала Это и Есть Преодоление Вот этого Отделения От природы Человек Он Часть Природы И Природа Уже Очеловеченная И Производство Продолжает Ее Очеловечивать Эту Природу Поэтому Мы берем И природу Скажем Действенную И природу Как Очеловеченную И Человека Который Есть Часть Природы А природа Воздействует На Человека Какая Связь Между Человек Природ Природ Через Материальное Производство Материальное Производство Эту связь Природы Обеспечивает Люди Относятся Между Собой В связи С их Отношением К природе Вот В этом Смысл Производства И Производственных Отношений Производство Есть Процесс Присвоения Предметов Природы В рамках Определенной Формы Общества И Посредством Нее Вот Вы Редко Увидите Такое Определение Производства Которое У Маркса Есть В экономических Философских Рукописях Производство Есть Процесс Присвоения Предметов Природы В рамках Определенной Формы Общества И Посредством Нее И Здесь Нет Путаницы С Понятием Труда Труд Абстрагируется От Собственно Формы Производства Бывает Труд Более Производительный Менее Производительный Какая Форма Производства Мы Об этом Не думаем Когда мы Говорим Просто о Труде Труд Это Просто Преобразование Природы Деятельность По По Производству По Изготовлению Материальных Благ А В каких Она Отношениях Осуществляется Эта Деятельность Как бы Понятие Труда Это Скрыто Это Более Простое Понятие Я И При Феодализме Копал И При Капитализме Могу Копать И Коммунизме При Коммунизме Тоже Могу Копать Поэтому Один И тот Труд Совершать Независимо От Эти Производственных Отношений А Вот Когда Мы Говорим Производство То Производство Совершается И Тогда Когда Труд Не Совершается Сейчас Совершается Производство Хлеба Верно Совершается Где Производство Зерна Сейчас Идет Идет В Южных Зерном В Северном Идет Меньших Объемах В Объемах Может быть И не Меньших Почему Меньших Объемах Вот Сколько Посадили А Зим sun в таких объемах и идет. А зимы это что такое? Это хлеба, которые садят, которые сеют в октябре. И вот сейчас производство зерновых идет, а зимах. А труд там идет на полях? Нет. Как бы без труда. То есть труд толчок дал, а дальше труд производства ведь совершается во взаимодействии с природой. И, как говорят, мать земля – мать природы, а труд – отец. А солнце разве не участвует в этом процессе производства? Прочаствует. Процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство совершается и тогда, когда непосредственно, вот в тот или иной момент труд не идет. Точно так же, как и вино в бочках. тубовых продолжает выдерживаться, производство идет, и никакого процесса труда в это время не совершается. И то вино, которое выдержано больше лет, оно больше и ценится. И не потому, оно ценится, что его не выпили там какие-то. Мужики сидели, смотрели, так и не выпили это самое вино, и поэтому там такая сила в нем заключена. Так, ну вот это вот, вроде бы я так полагаю, что мы с вами усвоили. АПЛОДИСМЕНТОННЫЙ 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 Вот интересно здесь, ну вот, интересно здесь критика Фейербаха, где Марс говорит, что из всего этого анализа видно также, до какой степени ошибается Фейербах, когда он при помощи определения «общественный человек» объявляет себя коммунистом, превращая это определение в предикат человека и считая таким образом, что возможно вновь превратить в голую категорию слово «коммунист». Обозначающая в существующем мире приверженность определенной революционной партии. Вся дедукция Фейербаха по вопросу об отношении людей друг к другу направлена лишь к тому, чтобы доказать, что люди нуждаются и всегда нуждались друг к друге. Он хочет, следовательно, как и прочие теоретики, добиться только правильного осознания существующего факта, тогда как задача действительного коммуниста состоит в том, чтобы не извергнуть этот существующий. Ну вот это вот слова эти «не извергнуть» они очень резкие и иногда понимаются в таком разрушительном смысле. Как можно не извергнуть существующее? Не извергнуть существующее можно только созданием чего-то более высокого. Как вы можете не извергнуть, скажем, капитализм? Если вы не создали общественную собственность и не получилось общего единого планомерного производства, целью которой является обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития, то есть никакого низвержения не получается. То есть получается, что не революции, а бунты. Бессмысленные, да? И безобразные. А вот о революции мы можем говорить только имея в виду, что революция – это явление созидательное. Созидательное какое? Это переход к более высокому общественному строю. Какому? Более высокой форме общения, как сказали бы здесь Маркс и Энгельс, и позже они к более высокому способу производства. Этот переход к более высокому способу производства представляет большую творческую задачу. И это касается не только в целом этого перехода, но и даже отдельных сторон этого перехода. Например, вот, скажем, политическая революция. У того же Маркса и Энгельса говорилось в целом ряде работ, что вот нельзя взять эту старую буржуазную государственную машину и пустить ее в ход для других совершенно целей. Поэтому надо сломать, разбить эту государственную машину, разбить старый государственный аппарат. То есть, вот, скажем, сегодняшние члены КПРФ, которые идут, так сказать, и говорят, проголосуйте за нас, и у нас будет коммунизм, вот, они как бы идут в полной противоположности к тому, что писали Маркс и Энгельс, потому что Маркс и Энгельс говорили, что вы, если возьмете этот старый государственный аппарат, и это государство вы, так сказать, попытаетесь пустить в ход для других целей, то оно не приведет ни к чему, и для других целей этого не получится. Это во-первых. Во-вторых, соответственно, представители там буржуазного класса спокойно смотрят на активную деятельность там КПРФ, потому что эта деятельность никак не выводит за пределы существующей общественно-экономической системы. Потому что еще никогда в силу материалистического понимания истории, именно в силу того, что общественное бытие определяет общественное сознание, голосовать-то люди будут в соответствии с тем сознанием, которое есть. А какое сознание есть там в России современной? Какое у нас? У нас же буржуазный строй. Буржуазное бытие, значит, сознание. В сознании господствуют какие мысли? Буржуазный или пролетарский? Буржуазный. Значит, если мы по-честному проведем... По-честному только. Только по-честному. Проведем по-честному выборы, большинство будет за какие партии голосовать? За буржуазные или за коммунистические? Если по-честному. Если по-честному за буржуазные. Потому что сознание буржуазное, но человек-то голосует в соответствии со своим сознанием. Господствующие мысли, Это не значит, что мысли только буржуазные. Мысли есть всегда и противоположные, потому что если базис противоречив, то и сознание тоже противоречиво. Именно в силу того обстоятельства, что общественное сознание отражает общественное бытие. Но, при том, что это противоречие есть, и что в общественном сознании есть прямо противоположные концепции, идеи, соображения, мысли и так далее, и они вполне свободно себя существуют и распространяются господствующим сознанием в буржуазном обществе в любом. И Россия тут не исключение является буржуазное сознание, если это буржуазное общество. Ну и, соответственно, при всяком голосовании на выборах побеждает буржуазные партии, сохраняется буржуазная власть. И история из этого исключения никаких не знает. Если вы задумаетесь на эту тему немножко, то вы придете к поводу, что и таких исключений нет. Но, тем не менее, лидеры партии, которые себя проглашают коммунистической, они надеются, что они через выборы поменяют всю общественную систему. Это, в общем, надо сказать, противоречит марксизму. Поэтому в этом смысле Маркс бы сказал про лидеров соответствующей партии, что если это марксисты, то я не марксист. Потому что марксизм проявляется прежде всего в понимании этого устройства общества. Это с одной стороны. С другой стороны, если мы посмотрим и проанализируем с этих позиций деятельность большевиков по организации революции, которая была в России, то она была направлена не на то, чтобы только через выборы получить большинство. Большинство выборов использовались постоянно, и Ленин всегда подчеркнул, что мы обязаны участвовать в выборах, ввести свою пропаганду. И вся рабочая курия, которая была при царе выделена царем, в Думе была большевистской. Вся. То есть всех, кого можно было избрать, рабочих, все были большевики. Надо сказать, что во фракции КПРФ сегодня нет ни одного рабочего. А во фракции Единой России есть. Так что это довольно забавно выглядит. Дальше. Рабочий класс российский сделал величайшее открытие. Открытие в строительстве новой жизни тем, что он создал Советы. Причем создание Советов подтолкнуло царское правительство. Создание Совета в 1905 году подтолкнуло царское правительство на то, чтобы была создана Дума. То есть вообще буржуазная демократия в России создана не усилиями, не борьбой буржуазных партий или буржуазных сил, а борьбой уже другого класса, борьбой рабочего класса. Когда рабочий класс стал подниматься как класс и создал уже свои Советы, а Советы были в 17 городах в 1905 году, и они создавались совсем по другому принципу, в отличие от парламента. В чем принцип создания Советов? Это не органы, которые избирают депутатов от различных территориальных округов, а это органы, которые избираются от фабрик и заводов, от производственных единиц. И, соответственно, из этих органов легко отозвать того, кого-то направили. Если мы вас направили от коллектива, мы вас можем завтра отозвать. А если мы вас направили в Думу, то вы нам уже можете помахать рукой, и когда получать будете очередные 400 тысяч в месяц, то вы, так сказать, вспомните своих товарищей и махнете им оттуда, из Москвы. И никого из никаких Дум и никаких парламентов, ни из-за каких законодательных собраний никого никогда не отзывает. Это практически невозможно. Сейчас лекция, перезвоните после 11.30. Вот, так что вот такая интересная ситуация. Появился новый, новые организационные структуры, советы. Она появилась. Было декабрьское вооруженное восстание в Москве. Интересный частный материал был опубликован в газете «Совершенно секретно». Тоже такое интересное явление. Газета «Совершенно секретно», но никак не является каком-нибудь органом какой-нибудь коммунистической партии, а наоборот, буржуазная газета, вполне добропорядочная. И в ней большой материал о декабрьском вооруженном восстании. Ну и в частности говорится о том, что один из представителей буржуазии, мебельный, можно сказать, хозяин мебельной фабрики, участвовал в вооружении рабочих и значительную сумму средств направил, своих рабочих, которые участвовали в вооруженном восстании, и значительную сумму средств направил через Горького большевистской партии на ее деятельность по ее организации. Затем, надо сказать, что эти советы, которые созданы в России, являются творением никакой политической партии, тем более никакого теоретика. Они созданы были рабочими самими. Хотя уже к этому времени какие-то члены партии РСДРП участвовали в советах даже в Иваново-Вознесенске. Но если иметь в виду, что съезд, который принял программу, был в 1903 году, а революция началась в 1905 году, то уж никак нельзя рассматривать создание советов как результат деятельности партии. Скорее, результат появления партии, результат появления советов – это вот тот результат организации рабочего класса, который в России проходил. До 1917 года они как бы заснули, эти советы, и в 1917 году появились вновь как эсэроменьшевистские. Сначала. Как такие, в которых большинство было не у большевиков, а у эсэров и меньшевиков. И вот эти советы, Ленин усмотрел в них, что они представляют тот государственный аппарат, который позволяет сделать то, что советовали Маркс и Энгельс. Маркс и Энгельс советовали разбить, сломать старый государственный аппарат. Но примитивное мышление, понимает это так, надо прийти и разгромить какое-нибудь учреждение. Разгромить, скажем, какое-нибудь министерство. Вот как было. Как громили буржуазные партии в Молдавии, значит, президентский там дворец, и, значит, там выкидывали машинки, машины громили вычислительные и так далее, и прочую оргтехнику и тому подобное. Вот поскольку они думали, что они тем самым совершают какое-то действие. А действие какое-то? Это разгром. То есть это никакая не ликвидация аппарата, это уничтожение материальных ценностей, это действие бескультурных людей. А Ленин увидел в Советах, что это вот появляется новый аппарат государственный. А раз появляется новый государственный аппарат, то вот эту задачу, которую сформулировали Маркс и Энгельс, разгромить, так сказать, разбить старый государственный аппарат, его нужно решать как? Взять из этого государственного аппарата старого на службу советскому аппарату, советским учреждениям наиболее ценных специалистов. И при том, что, как можно видеть по работе Ленина, государственной революции, принцип у большевиков был такой партмаксимум. А партмаксимум означает, что чиновники не могут получить больше, чем 500 рублей. Больше, чем зарплата среднего рабочего. Для того, чтобы этот государственный аппарат не стоял над народом, а он бы тянулся к тому, чтобы у всех жизнь улучшалась. А если можно поступать по-другому, как сейчас, скажем, можно улучшить мое положение за счет вас, то в чем, собственно, проблема? Проблема и решается. Так вот, большевики для всех буржуазных спецов сделали исключение и допустили отход от принципов Парижской коммуны, как писал Ленин, и буржуазным спецам плату платили по-прежнему такую, какую они раньше получали. Поэтому люди, которые, не будучи коммунистами, и не будучи сторонником даже вот этой самой социалистической революции, переходили на службу в новый советский государственный аппарат, в том числе военспецы, в том числе генералы царской армии. Генералы царской армии, которые перешли к большевикам, как показывает исследование, например, вы можете почитать, ну, вполне буржуазную книгу Бушков, называется «Красный монарх». Вот он исследует Сталина с позиции, что он не коммунист, а просто государственник. Большим тиражом, 50-тысячным тиражом издана, и вторая книга «Ледяной трон», где он показывает, что самый, если посмотреть состав тех воинских кадров, специальных, крупнейших военных специалистов, как и из царской армии, то более способные и более крупные кадры и лучшие специалисты оказались у большевиков, а худшие – у Белой гвардии. И это не только по причине того, что большевики им предложили такую оплату, а еще и по той простой причине, что царские генералы считали, что они вне политики, и они должны служить русскому правительству. А белогвардейцы служили антантии, а не русскому, поэтому неохотно шли крупные военные специалисты к белогвардейцам. В итоге Красная армия, которая состояла прежде всего из крестьян, это большинство было, то есть мелких буржуа, можно сказать, если брать точное политико-экономическое определение, затем рабочих и военных специалистов царских, которые при этом с помощью комиссаров управляли войсками, разрабатывали сражения и побеждали. В итоге Красная армия разгромила Белую армию, и воцарился тот новый государственный аппарат, который был получен не путем разгрома и уничтожения, просто старого аппарата. То есть он был в этом смысле уничтожен, то есть превращен в ничто, его нету. А есть новый, в котором работают лучшие люди из того аппарата, который был. То есть всегда, когда мы вот такие встречаем слова уничтожить, уничтожение, превратить в ничто можно только одним путем, создав что-то более высокое. Тогда это будет ничто по отношению к более высокому. Скажем, свои ошибочные знания можно превратить в ничто, если пополнить свою память какими-то духовными богатствами, которые тем самым превратят в ничто те превратные представления, которые у нас были до этого. А не в том смысле, что вы будете наступать на свои ошибочные знания и будете клясть их, заклинать, что они никуда не годятся, мы не правы и так далее, посыпают голову пеплом. От этого знаний не прибавится. То есть тут единственный ход вперед. И вот это очень важно, я так понимаю, в той специальности, которой принадлежат здесь присутствующие, потому что культура связана не разрывно с развитием, а развитие из движения от низшего к высшему, а не назад. Правильно? Накопление богатств, накопление материальных и духовных богатств постоянно. Вот культурологи следят за тем, что богатства накапливались, а не терялись. По идее они должны знать, что происходит в культуре. Хотя есть противоположные процессы. Всякое развитие содержит все противоположные тенденции, борьбу прогресса и регресса, борьбу созидательных тенденций, связанных с накоплением богатств материальных и духовных, и с другой тенденцией по их уничтожению или ослаблению. Но в общий такой тренд, в общее направление движения, накопление, а вовсе не отказ. И поэтому, когда говорится об уничтожении, с точки зрения развития, то это надо понимать только в плане создания чего-то более высокого, которое включает в себя предыдущее. Для этого существует специальная категория. Как вы понимаете категорию снятия диалектического? Что значит снять? Что такое снятие? Философская категория снятия. Что означает? Ну точно, как вы сформулируете это снятие? Вы же философы? Мы же здесь философы все, правильно? Ну, так категория снятия важнейшая философская категория снятия. Что такое? Отрицание с удержанием. Да? То есть мы отрицаем, но с удержанием. Не просто отрицаем, не отталкиваемся, не выбрасываем, а включаем более высокое образование. Всякое вот. И всякое развитие связано с таким отрицанием, которое представляет собой снятие. И это подтверждается теми мыслями, которые мы сегодня рассматривали, потому что, когда мы говорили, как движение поколений совершается, можно сказать, что своими действиями по развитию они отрицают старое, новое поколение отрицает то, что сделало старое поколение. Что значит отрицает? То есть оно рассматривает это не как высшее, а как то, из чего можно сделать что-то более высокое. Правильно? А как можно сделать то более высокое из того, что является более низким? Включив это более низкое в более высокую концепцию. Вот так у Гегеля построена наука логики. Она построена таким образом. Там рассматривают разные концепции разных философов. И все категории, которые у него имеются в системе, за ними стоят те или иные философы, которые эту категорию разрабатывали. Там и Спиноза, и, скажем, Кант, и Фихте, которые являются его предшественниками. И он прямо говорит о том, что философская критика не может сводиться просто к отрицанию. Она должна включать более высокую систему. Поэтому, если вы хотите что-то раскритиковать, значит, вы должны создать что-то более высокое. Вот если бы, скажем, Маркс и Энгельс, они бы просто отталкивали и ругались с этим Штейнером и другими, то есть представителями немецкой философии, которую мы изучаем. Если бы это было просто так, а мы с ними не согласны потому-то и потому-то, то это бы не представляло для нас ценности в плане изучения. А если это включение в более высокую систему, тогда другое дело. У Маркса то же самое. Вот как был написан капитал. Считается, что есть три тома капитала. Еще некоторые называют четвертым томом капитала. Еще есть три книги, называются «Теория прибавочной стоимости». Вот эти последние три книги – это первое, что сделал Маркс. Он изучал разные политэкономические концепции и писал рецензии, грубо говоря, для себя. Но рецензии не краткие, а достаточно обширные критические разборы предшествующих политэкономических произведений, в том числе и Адама Смита, и Рикарда, и Мальтуза, и Тюрго, и так далее. И вот он такие три книжки создал «Теорию прибавочной стоимости». Их вот называют в просторечии, потому что официально нет. Четвертым томом капитала. Неправильно называют, потому что я не раньше проделал на это. Работа была, прежде чем был создан капитал. Потом Маркс создал две обширных рукописи – 64-65 годов и потом более поздние – 58-59 и 63-64 годов. Огромные экономики, философские рукописи. И только потом составил план, посоветовался с Гегелем, посоветовался в смысле того, что снова пересчитал науку логики для того, чтобы воспользоваться этим методом, и построил экономическую систему из трех томов капитала. Первый том – производство капитала, второй том – это обращение капитала, и третий – процесс капиталистического производства, взятый в целом. Но поскольку это научная система, которая представила как бы движущуюся весь процесс капиталистического производства, то таких аналогов больше нет. Как вот нет другого такого произведения в философии, как науку логики, ну, современного нет. А есть, скажем, система Аристотеля такая, развернутая, всеобъемлющая, как система формальной логики. А это система диалектической логики, которая у Гегеля. Она как раз навсегда создана, и пока не представляется возможным создать еще какую-то логическую систему. Вот так и у Маркса появилась система, в которой использован диалектический метод для того, чтобы построить вот это вот воспроизводство. А учитывая, что они тут писали с Энгельсом, что мы хотим изучить внутренние пружины капиталистического общества, то книга под названием «Капитал», которая вроде бы посвящена, ну, просто экономике, да? Ну, по предмету. Она, с точки зрения вот этого метода, который мы с вами изучаем, она является той книгой, которая вообще позволяет понять движение современного общества. Какое современное? То есть капиталистическое. Пока оно есть, это современное общество, пока есть капитализм. Потому что как бы капитализм не манифицировался и не изменялся, все принципиальные моменты этого самого движения, относящиеся к его сущности, а не к являющимся сторонам действительности, которые все время меняются, ясное дело, что все время меняются предметы, формы, цвета и так далее, и какие-то конкретные отношения, вот, значит, эта книга будет современной, а войдет она уже просто, из науки выйдет и войдет в культуру с того момента, когда не будет на земле капитализма. Ну, я думаю, это дело нескоро. Вот поэтому, скажем, сегодня, если вы пойдете и попытаетесь купить капитал, то его продают, конечно, в бухвоеде, но каждый том стоит полторы тысячи рублей. Так это хорошо стоит. Причем товарищи там умудрились, которые его издавали, там много всяких статей написать, я думаю, что они, как всегда на этом мероприятии, сделали какие-то деньги себе, поскольку там уж слишком много всяких статей, и таких, и таких, и разы таких, кроме обычной практики, которая при издании существует. То есть, пожалуйста, капитал можете купить, входите в подарочном издании, как вам хотите, но это не дешевое мероприятие на сегодняшний день. Вот. Ну вот, такого рода, значит, соображения мы должны принять во внимание, особенно, когда вот такие читаем выражения, что неизвергность существующая. Как вы можете, неизвергность существующая? Только создав более высокое. Если вы не создадите более высокое, вы будете, так сказать, только разрушать, и из этого разрушения ничего не получится. В действительности, и для практических материалистов, то есть для коммунистов, все дело заключается в том, чтобы революционизировать существующий мир, чтобы практически выступить против существующего положения вещей и изменить его. Вот если это берется в положение против выступить, это дело нехитрое. Легко найти людей, которые выступают против, и вот уже Маркс Энгельс потом в более позднем произведении в Коммунистическом манифесте показали, сколько существует социализмов. В чем смысл Коммунистического манифеста? Там разбираются все вот эти выступления против. А кто против капитализма? А все. Во-первых, против капитализма феодалы. Ясное дело, капитализм их обездолил, можно сказать, они против. Поэтому в этом смысле они социалисты. Под социализмом в идее в духовной сфере понимались теории отрицания капитализма. Вот низвержение существующего строя. Все феодалы против. Надо вернуться к старым дорого временам, когда был хозяин, барин, отец, для всех крестьян. Вот и было, не было этой мерзости. Народ там не вымирал. Как вот получилось в Англии, заменили овцами в период первоначального накопления, а в период капиталистической эры обеспечивалось капиталистическое накопление работорговлей. И самым таким ходовым товаром были рабы. И для того, что и в войнах, в ходе которых завоевывали рабов и потом торговали ими, чем больше всего занималась добропрепорядочная Англия, как первая страна самого развитого капитализма, погибла в общей сложности и при перемещении этих рвов, и в ходе их рабского труда, где у них средний возраст жизни был на плантации, их 7 лет, в общей сложности 100 миллионов человек. Вот в ходе, так сказать, капиталистического накопления. Поэтому, значит, вот кроме феодалов, кто против капитализма? Кройте, против капитализма мелкой буржуазии. Почему? Потому что мелкому буржуа, в силу расслоения, которое идет при капитализме, мелким буржуа, судьба такая уготована. Либо превратиться в рабочие, это, конечно, 90 с лишним процентов мелких буржуа, либо единицы станут капиталистами. То есть из мелкого хозяйчика станут настоящим хозяином буржуа. Дальше идут, скажем, христианские социалисты, это эти, скажем, люди, которые стоят на том, что вот Христос говорил, что легче богатому, легче верблюду пройти через увольное ушко, чем богатому войти в рай. Ну, естественно, так сказать, вот отсюда и такое понимание, что вот Христос был первым коммунистом, и вот он был тоже против капитализма, такого рода веяния. Это тоже как бы социалисты. Дальше идут капиталисты. Вы видели вот сейчас вот хоть один, одного капиталиста, которому нравилось бы, как у нас устроено общество? Я таких не видел и не слышал. У нас постоянно по радио, по телевидению глянут режим, что режим не такой. А режим — это порядок, да? То есть каждый капиталист, у него сковывают те законы, которые установила буржуазия, уж теперь никто их не установил. Буржуазия. Его налоги сковывают, которые установил опять же буржуазия, потому что вы, так сказать, всякий капиталист, он еще, кроме всего прочего, индивидуалист. Он персонификация своего капитала, а не всего. А государство выражает общую волю класса капиталистов. А раз общую волю, он воюет против этой общей воли, потому что она не позволяет ему обогащаться должным образом. Поэтому он враг капитала. Он враг какого капитала? Не своего, а враг как бы капитализма. Он его отрицает. Он тоже против него. Это вот реакционный, буржуазный даже, можно сказать, социализм. Дальше отрицают капитализм утописты. Это которые придумывают новые, смотрят на безобразие, какие у нас есть, в этом обществе и устраивают всякие картины того, как должна быть устроена жизнь. Вот эти идеи изобретают, как прекрасно можно устроить мир. Социалисты-утописты, Сен-Симон, Фурье, Оуэн, ну и другие утописты. Томас Мор, который утопию написал и так далее. Это создание картин и общества, в котором дороги нет никакой. И, наконец, последнее, кто отрицает, но позитивно отрицает капитализм, это рабочий класс. И это называется научный социализм, который указывает на ту материальную силу, которая неизвергнет существующие, строит более высокое общество, коммунистическое, рабочий класс. Поэтому на том основании, что это единственная сила, материальная, которая созидает новое, более высокое общество, рабочий класс. И поэтому этот коммунизм называется уже не утопическим, а научным. Или научным социализмом. Вот, собственно, и содержание коммунистического манифеста. Оно как бы продолжает, но если здесь мы еще с вами встречаемся в немецкой диалоге с некоторым упором на отрицание, то вот дальше Маркс Энгель в своих работах они как раз созидательную эту струю расширяют и развивают, которая и соответствует действительному снятию. То есть отрицанию, как снятию. Так, на этом мы сегодня занятие закончим. Вроде бы себя зафиксировать. Вам особенное спасибо. Я обращаюсь к вниманию всех остальных, что, пожалуйста, выступайте с сообщениями по материалу, о котором вы читали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!